Мои хорошие, всем огромный привет. Добро пожаловать на мой канал. Мы с вами начинаем новый влог. Девочки, я ушла, оставив Кирюху и Антона дома. У нас Кирилл с понедельника, с 25-го уже не ходит в сад. По крайней мере пока до 8-го ноября. Но, знаете, не страшно, как говорится. И самое главное, что у нас на данный момент болеет Антон. Причем болеет довольно-таки серьезно. Он неделю назад ровно пришел домой с температурой. А температура у него была, девочки, 38,6. В ночь у него была температура 39. Я тогда вообще очень плохо спала. 3 часа всего лишь на утром. Я не смогла, девочки, дозвониться до врача, до поликлиники. Мне пришлось идти в больницу, чтобы вызвать, ехать, вернее, в больницу, чтобы вызвать врача на дом. И что вы думаете, девочки, вызвала врача? Причем не я одна так прихожу, у них там прям очередь для вызова врача на дом. Я вообще поражаюсь. До больницы девочки не дозвониться, а слово совсем. И в любое время ты не дозвонишься. Я тогда в четверг, когда вызывала врача, я прям не могла дозвониться. Девочки, это что-то. Вот. Я вызвала. Кирюха был тогда еще в саду. Вот. И мы ждали. И что вы думаете, к нам врач, девочки, просто не пришел. Вот просто не пришел. И я была в шоке. Как это так? Ну, факт остается фактом. Вот. Потом мне пришлось в пятницу еще идти в больницу ехать. Идти и ехать. Вот. Чтобы повторно вызвать врача, я пошла. И причем я еще пошла в подаведничество отделение. Это мне так советуют сделать в регистратору. Чтобы вызвать. Просто, чтобы она прокатронировала этот момент, чтобы врач точно пришел. И вот. Я сходила. Она мне сказала, чтобы вам точно сегодня приду. Я возьму это под свой контроль. Я как-то девочку успокоил. Ну, ну, хорошо. И что вы думаете, к нам врач не приходит, а звонит. И меня будет вообще шоком просто. Что можно дать назначение по телефону и смотреть человеку, не слушать человека. А вот со слов жены, что с ним. Не знаю. Может сейчас в нынешнее время так делают. Но я сталкивалась с этим в первый раз. И сейчас была в шоке. Вот. И, знаете так, по назначению я понимаю, что она назначает лекарства, которые используют при коронавирусе. Короче, в коронавирусе. Вот. Я ей говорю, что эти же лекарства колят при коронавирусе. А я так подразумеваю, что он у вас и есть. Если честно, у нас тоже такое было мнение. Потому что у него кроме температуры ничего не было. Ну, немножко заложеный снос. Слава богу, каши нету. Ну, на данный момент, знаете как, на тот момент не было. Сейчас он подкашляет. Но дышать не тяжело. Глубокий вдох полной грудью сделать может. Как бы, слава богу. Вот. И что вы думаете? Она назначает лечение, все. И говорит, в понедельник, она говорила, или сам самим приехать, сдать анализ. И самим приехать. Вообще. Или к вам придут и возьмут. А я говорю, можно, говорю, домой. Потому что он встает, его немножко штормит. Вот. Тем более ребенок будет дома на тот момент уже. Уже это точно. Двадцать пятый понедельник. Да. И я бы его не повела. Мало ли. Что и как. Вот. И как бы в троечка ехать туда неохота. Как бы ребенка туда даже больше тащить неохота. И все, девочки. Мы в понедельник дождались врача. Ну, как врача. Медсестру пришла просто в маске. Прямо с форога быстро все взяла и ушла. Вот. Сказала, что в течение пару дней придет результат или на госуслуги, или через лечащего врача. Ну, кто у нас следующий врач, неизвестно. Потому что там как-то такой сумбур, что конкретного врача нет за нами. Больница просто супер называется. Вот. И на госуслугах до сих пор ничего не приходит. Уже пришел. Ну, в понедельник все не всегда. Вот я еду. На 5 больницу. Потому что, когда первый раз ездил в четверг в прошлый, вызывать врача, там был мужчина, который уточнял номер телефона, по которому можно узнать результат теста. Так что это люди первые мы, что просто не приходит тест. Ну, могу сказать, что подозрения наши усилились, когда у Антона пропал запах в воскресенье. А в понедельник он начал чувствовать только соленое и сладкое. Все. Как бы на этом все. Вот. Он у нас в дальней комнате. Один денешенько. Я сплю в зале. Уже прям сразу со среды. И, конечно, понимаю, что это бред. Все равно мы находимся в одной комнате. Ой, по квартире, вернее. Ну, обезопаситься хочется. Вот. Он выходит только в туалет. Кушать я ношу ему туда сама. Да, девочки? Кирилла не пускаю. Даже если Антон там выйдет куда-то, куда-то что-то как-то, да? Кирилл, папа, ты что вышел? Ну-ка зайди в комнату. Уже гонит по Кириллу папу. Так что, ну так, ладно, девочки. Приехала я. Пришла я на остановку. Поехала я. Девочки, вышла злая. Просто как собака. Не знаю, по-другому не сказать. Вот лучше вообще не попадать в больницу. Не болеть. Потому что вот в такой больнице я вижу в первый раз, наверное. За все свое время, блин. Начнем с самого начала. Даже не знаю, с чего начать. Тест не узнать. Дали номер телефона. С 11 до часу звоните. Или узнавайте 101-й, 102-й кабинет в красной зоне. Пошла туда, девочки. Я туда пошла. В 101-м кабинете нету никого. В 102-м принимает терапевта. Он сидит один и принимает строго по одному. Никого не впускает. Народу там просто как селедка в бочке. По-другому не сказать. И самое интересное, все стоят узнать результат теста. Потому что не могут дозвониться по номерам, которые дают в регистратуре. Это просто какой-то замкнутый круг. На госуслугах никому ничего не показывает. Разговаривала там, с кем стояла. Просто я вообще в шоке. Вызвала девочки врача на дом. Не имея результата теста. Потому что мужа надо лечить. У него лечение закончилось. То, которое нам назначали тогда. А сам факт, что температура-то есть, она не проходит. И немного подкашливает. Тут надо что-то делать как-то. Я вообще в шоке. Просто. Меня просто поражает. Если сейчас я просто еще не пришел результат теста самого, то когда, не знаю вообще, вы меня видите, нет? То когда надо будет сдавать его повторно, чтобы там отрицательный или положительный, для выпивки, так скажем. Его же, по идее, надо сдавать. Сколько его тогда ждать? Я, короче, в шоке. Просто в шоке. Не знаю. Ждем врача. Надеюсь, сегодня врач придет. Потому что тоже стою, чтобы вызвать врача в регистратуре. И она берет трубку с кем-то, разговаривает. Я так понимаю, по разговору, что вчера вызывали, врач не пришел. Такая ситуация, какая у нас была. Вот. Веселье. Не болейте, мои хорошие. Не болейте, потому что вот попасть к врачу или чего-то дождаться, ничего не дождешься. Это хорошо, что у Антона есть я, хотя бы в том плане, что это не ему бегать, не ему узнавать. Не знаю, что я ему кушать ношу, что как бы самому этому ничего не делать. Ладно, девушка. Я пошла немножко выдохнуть. Надо сходить все купить белизны. Я сейчас убираюсь через день. Вот. И это. С белизной мыть полы. Я вообще люблю запах белизны, если честно. Мне прям кажется, что это сразу так чисто, хорошо. Все, девочки. Пришла на остановку. Жду маршрутку. Поеду домой. Чего приехала? Ну ладно, хоть врача вы. Ладно, девочки. Выговорила вам все. Девочки, ну что, у меня мальчики спят. И младшенький, и старшенький. А вот придя домой, девочки, я дозвонилась в лабораторию. Подтвердили вам Антона ковид. Сейчас мне позвонил врач по поводу Антона. Спросил, как и что. После того, как она узнала, что к нам не приходил никто, что его не смотрели, не слушали, никак, ничего. А она мне сказала, что по-хорошему ему надо сделать КТ, и по-хорошему ему его надо посмотреть. Ну вот, ну не знаю, как насчет посмотреть, но насчет КТ она мне перезвонила и сказала, что 29-го только есть свободное место на КТ. Вот, не знаю, говорит, ну как-то, говорит, доберетесь, или, говорит, на такси, или сами. Не знаю, конечно, как по поводу САМИ, сможет, он не сможет ехать как-то очково. Вот, потому что все равно его штормит. Не знаю, а мне завтра надо будет идти к 9 часам туда, к ней, за этим направлением на КТ. Если честно, я думаю, что это делают там же, в больнице, но нет, это в другом месте. Я у нее, знаете, так это все заканчивает разговор, я говорю, а лечение? Она говорит, я сейчас вас это, а я, говорит, лечение не даю, говорит, я не участковый терапевт. Я так и не понимала, с каким именно врачом я разговаривала, потому что мне не представились. Я почему-то думала, что это терапевт. Вот, она говорит, я сейчас вас передам, говорит, участковому терапевту, потому что, говорит, лечение, говорит, выписывают. Вот я говорю, в смысле ли выписывают? Ну, таблетки. Таблетки выписывают, ну, просто вот лечение дают. А я так понимаю, что выписывают рецептами или что, я не знаю. Вот. И в пятницу нам надо еще вызывать будет врача. В принципе, у него, но у нас прием должен быть в пятницу, потому что у него больничный по пятницу. Вот. Ну, не знаю, как. Но она, я говорю, а как, говорю, я еще так ей задавала вопрос, а как, говорю, мы вызовем врача, и, говорю, в 16.30 у него КТ. А она говорит, ну, ладно, так же позвонят. Все лечение по звонку. Вообще в шоке. Я у нее еще спросила по поводу нас с Кирюхой. Я говорю, а как быть мне и сыну? А она мне сказала насчет сына звонить в детскую больницу. А вот мне спрашивает такая, а вам, говорит, больничный нужен? Я говорю, ну, нет, не нужен. Она говорит, ну, значит, будете просто контактный. Если бы мне нужен был больничный, что, взяли бы тест, да? Не знаю, странно, по поводу Кирюхи позвонила, сказали, что если ребенок не болеет, нету ни каши, ни температуры, то он тоже идет просто контактным. А вот если он заболевает, его что-то беспокоит, тогда уже вызываете, мы вас записываем и все вот это вот делаем. Круто. Вот просто круто. По-другому не скажешь. Вот. Так что жду звонка, а теперь от терапевта. Вообще. Сейчас он проснется, Антон расскажу ему все. Но КТ, конечно, надо сделать. У него уже неделя температура держится. Вот. Ну, такие вот дела, девочки.